Девушки отдыхают Так что мы будем рассматривать не все пункты из распечатки Мы берем сегодняшние темы, которые вас интересуют, возможно дополнительно, вы тогда о них говорите и мы будем их обсуждать Мы напомним, вопрос состоял в следующем Являются ли христианами нетерпимыми и можно ли обвинять христиан в нетерпимости, если они утверждают, что Иисус Христос это единственный путь к своей силе? Часто нас называют фанатиками Люди, которые выросли вне христианской культуры, часто говорят нам, что мы проявляем нетерпимость, когда говорим, что христианство это единственная правильная религия Отличая таким людям, мы должны сказать, что если человек претендует на то, что узнает какую-то абсолютную истину, он действительно может стать высокомерным и некритичным Однако, называя какую-либо точку зрения истиной, это еще не значит проявлять твердолуру фанатизма Можно привести такой пример, когда у них сплавляются парики и случайно сворачивают в этот рукав Мы знаем, что внизу, дальше, их будет ожидать водопад Должны ли мы предупредить людей об опасности или мы должны предоставить им путь своим путем? Конечно, если мы не предупредим их об опасности, то это будет нестопоятно Ещё один пример мы можем привести, когда врач говорит больному, что больную зашевую волю не настраиваются в определенном состоянии Является ли в этой ситуации жестоким врачом? Конечно же, нет В обосновании своей позиции люди, которые не считают себя стягивным уникальным учением, часто ссылаются на то, что сам Иисус призывал нас не судить других И приводят место из Мафея Мафея 7, стихи с 1 апреля Не судите до несудимого любви Ибо каким чудом судите, таким будете судимым И какую мера вы мерите, такой вам будет И что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоём глазе бревну Летимер, вынь прежде бревну из твоего глаза, и тогда увидишь, как выну сучок из глаза брата твоего Но тут мы можем сказать, что это место становится более понятным в свете других слов Иоанна 7, 24 Не судите по наружности, судите судом праведным Так, нам очень важно знать и помнить, что Библия это Божье Слово, которое оставлено нам в том числе и для того, чтобы мы не сбились с правильного пути И если бы к Богу вело множество дорог, то Библия обязательно сказала бы нам об этом Однако Библия донесла до нас слова Иисуса «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня» И Иоанна 14, 26 Так, ещё можно привести слова Иисуса «Я есть воскресение и жизнь», говорит Иисус И Иисус доказал правдива Своих слов, сделавший это воскресным Ни один друг у нас основатель религии не способен на такое Так, христианство особенно, потому что у нас есть Иисус И личность Иисуса, это то, что делает христианство особенно Что касается терпимости, то мы должны знать, что существует три вида терпимости Это Эр Муксер выделил три вида терпимости Законная терпимость, социальная терпимость и литисическая терпимость Законная терпимость, это когда мы признаём за каждым человеком Право верить в то, что он считает истинным Социальная терпимость, это когда мы почитаем и уважаем человека Некрисимость от его религиозных убеждений И мы, как христиане, должны обязательно поддерживаться законной и социальной терпимости И критическая терпимость, это мнение о том, что никакие религиозные убеждения нельзя назвать уважными И вот этой терпимости у нас, как христиан, быть не должны Потому что иначе понятия истины поддерживают все эти смыслы И мы должны стараться с любовью, обязательно с любовью, делиться своими взглядами сокровающими Все, можно еще приводить новую цитату, я приводить новую цитату, вы все знаете где О том, что Иисус единственное имя, в котором человек может быть Все Мне понравилось, что вы говорили в своем выступлении о трех видах терпимости, которые также перечислены в этой книге, и это очень важно было коснуться Вопросы какие-нибудь у нас есть по этому поводу? Может быть какие-то комментарии, все что угодно, отзывы? Я бы то не склонилась Спасибо, Наташа, это была очень хорошая заставка, очень хорошее вступление к той теме, которую мы собираемся сейчас обсуждать Мы с вами переходим к первому пункту, то есть распечатки спасения только через Иисуса Христа Большинство нового материала будет скорее повторением, чем изучением чего-то нового Вместе с тем нам необходимо разбираться с этими вопросами ради тех людей, которые в этих моментах ясности не нашли настолько, насколько нашли ее мы Основной вопрос, который задается в самом начале, потеряны ли люди без Иисуса Христа, является ли Иисус Христос единственным путем спасения для людей и достижения небесной радости? Мне кажется, каждый в своем сердце уже дал ответ на этот вопрос Да, конечно Но если мы действительно в этом убеждены, необходимо задаться вопросом, а что же мы делаем конкретно, какие шаги предпринимаем, чтобы провозглашать эту истину, провозглашать это послание? И насколько мы переживаем за тех людей, которые еще не знают Иисуса Христа? Согласно статистике, одна треть населения всего земного шара на данный момент не знает Иисуса Христа Они не имеют никакого знания, даже самого элементарного об Иисусе Христе В численном выражении это равняется примерно 2 миллиардам людей Сейчас я говорю не о русской православной церкви, не о римско-католической церкви, где люди знают об Иисусе Христе, где такие знания преподаются и имеются Здесь я даже не говорю о правоверных мусульманах, которые тоже очень много знают об Иисусе Христе В эти 2 миллиона входят живущие на сегодняшний день на земле люди, знания которых об Иисусе Христе приравниваются к нулю Многим из них его имя даже ни о чем не говорит Я слышал, что был разговор между двумя китайцами, и один другого спросил, ты знаешь что-нибудь об Иисусе Христе? Кто это? Нет, сказал другой человек, а где он живет? Как будто спрашивали о соседей из другой деревни Знаний нет никаких, то есть представляете, имя Иисус Христос не вызывает совершенно никаких ассоциаций Однажды мы с коллегой ехали в поезде в Токио И вот мой коллега это был мужчина, он сидел рядом с молодой японкой И ей стало интересно, что мы иностранцы делаем в Японии Мой коллега сказал, что мы собираемся встретиться с христианскими пасторами в Японии Ты когда-нибудь вообще, ты знаешь кто такие христиане? Когда-нибудь встречалась с христианами? Спросил мой коллега эту девушку Нет, сказала она Вообще ни с какими, ни с номинальными, ни с преданными, ни с какими, ни с посвященными Вот представляете, сегодня в мире проживают два миллиарда таких людей Я не знаю, имеете ли вы такой какой-то умственный образ, ментальный образ, что такое один миллиард I couldn't, that number is too big, so I decided to So I decided to do a little experiment to see if I could understand what a billion is for I decided to figure out how far, how long ago one billion minutes would be from now If you want back a billion minutes from now in history И вот я тогда решил, если отсчитать миллиард минут назад в историю, на какой момент истории это попадется? Сейчас мы говорим не о днях, не о часах, а о минутах, да? Миллиард минут назад Take a guess in your own mind, without figuring it out Ну вот сейчас, навскидку, кто-нибудь может сказать? If you want back a billion, one billion minutes from now, where would it be, do you think? Какое историческое событие или там, момент в истории приходится на это время? Выход Аурана Abraham's Abraham's Well, one billion minutes from now, I mean, one billion minutes ago, would bring you back to about 75 years after Jesus ascended into heaven So, indeed, approximately 100 A.D., really about 105 A.D. То есть, получается, где-то сотый год нашей эры Two billion minutes ago, would bring you back to about... Два миллиарда минут назад Приходится вот на эту карту About the time Jacob was migrating down into Egypt Примерно в это время Иаков шел в Египет A billion is a big number Так что, вот представляете, один миллиард — это очень много Теперь давайте сегодня представим, сколько людей никогда не слышали об Иисусе Христе И не имеют ни малейшего представления о Евангелии А теперь оставшиеся четыре миллиарда Мне кажется, что среди них также есть люди, которые, возможно, слышали что-то о Христе и имеют какое-то представление, но не имеют живых отношений с Ним А также для христиан-миссионеров работы очень много И великое поручение нести благу весь всему миру остается столь же актуальным, как оно было много-много лет Первые два вопроса, я думаю, они вам понятны Нам нужно было прояснить определенные термины, чтобы люди их понимали Если задать первый вопрос, а именно который изложен в самом начале конспекта Индуисту, буддисту, мусульманину или атеисту, то они могут посмотреть на нас совершенно ничего не выражающим взглядом И что вообще, с вашей точки зрения, потерянный, единственный путь, небесная радость? Индуист может спросить, а что вы действительно с таким большим желанием стремитесь к вечному сознательному существованию? Политоист будет задаваться вопросом, что это вы имеете в виду, а только один путь, ведущий на вершину горы? А если вы будете говорить мусульманину, вы будете ему говорить без Иисуса Христа, что значит без Иисуса Христа? Он один из великих пророков, скажет вам мусульманин Поэтому, когда мы занимаемся благовестием, нужно определить термины, выяснить, что они значат Чтобы донести их до наших собеседников Третий вопрос, читая Ветхий Завет, складывалось ли у вас впечатление, что люди могут выбирать различные пути угождения Богу, да или нет, и почему? Мы говорим сейчас о Ветхом Завете Мы говорим сейчас о Ветхом Завете Мы говорим сейчас о Ветхом Завете Какие стихи из Ветхого Завета можно привести, которые могли бы стать ответом на этот вопрос? Иисусия talks a lot about it Изайя talks a lot about it I can't cite the specific verses, but the prophet dwells in this issue Я даже сейчас не прошу вас привести какие-то конкретные стихи, дать мне ссылки на Священное Писание, но вот из Ветхого Завета, что, какие мысли, какие идеи могут помочь нам дать ответ на этот вопрос. Вопрос номер три, я только что его прочитала. То есть как бы основываясь на том, что говорит Ветхий Завет, что можно сказать? Я сейчас буду по одной их переводить, а вы можете себе пометить. Первое второзаконие, 7.25, 11.16, 16.21.22. Дальше идут к салме, но с ними нужно разобраться отдельно, потому что если в английском языке это 81-й, у нас это, по-моему, 80-е, и даже стихи могут совпадать. Да, но я имею в виду, что это 80-е, но даже стихи могут совпадать, поэтому салме отдельно. Дальше Исаии 42, Агуси, Левит, вся книга Левит. Левит. Ну да, написано книга Левит. 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 Иоанна. Это Новый Завет. Иоанна 3.18, 36, 8, 24. 14, 6, 10, 7, 7 по 9. Записали? Иоанна. Дальше идут Деяния, Деяния 4, 12. Дальше 1 Тимофею, 2, 5. И 1 Иоанна, 5, 11, 12. Все записали, да? Дальше. Летogram, Lets read a couple of these. If somebody read… veterinaria. Зачем? 這是 Gmail that one, and let's read this one, then. amazing. And this one. 10.辺 ребята. обратимся к некоторым местам из Ветхого Завета и прочтем вот эти три места. Давайте, распределитесь, кто что будет читать. Второзаконие 7.25. Второзаконие 7.25. Нашли? Читайте. Берегите, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не уклонились к ним. Исайя 42.8. Я Господь, это мое имя, и не дам славу моей иному, и хвалы моей истуканам. Окей, so, I mean, these are just samples, but all through the Old Testament we see this exclusiveness of what God demands. No idols, no competition, and so on. Вот, обратите внимание, это только примеры, но красной нитью через Ветхий Завет проходит вот это требование Бога. Никаких кумиров, никаких идолов, никакого соревнования. Я один-единственный. То есть, в Ветхом Завете эта мысль подчеркивается не менее, чем в Новом Завете. Also, you remember, the whole book of Leviticus is about the different way that the offerings and sacrifices... The different ways? ...the various sacrifices that are prescribed. И вы помните, что вся книга Левит, мне как раз она и посвящена тому, как правильно совершать жертвы и так далее. Бог говорит, что народ должен, например, совершать кровную жертву каким-то конкретным образом, так, а не иначе. No leeway in saying, well, you can choose this or this or this, but it's one way. Я думаю, что то, что предписывается, предписывается очень четко. Здесь не дается варианта. Вы можете делать так, а можете поступать иначе. Дается только один конкретный способ, которым необходимо совершать ту или иную жертву. When we come to the New Testament and we come to the words of our Lord Jesus, we see the same thing. В Новом Завете мы читаем уже слова самого Иисуса Христа, и в них отчетливо выражается та же самая мысль. And let's read a few of these, too. Let's... Even though these are familiar to us, let's read this one and this one. Давайте прочтем следующие места. Иоанна 3, 18 и 36, Иоанна 8, 24, Деяние 4, 12, и 1 Тимофею 2, 5. The first one, John 3, verses 18 and 36. Иоанна. Начинаем. Вот с 18, а что 36? Нет, и 36. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что неуверовал во имя Единородного Сына Божия. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если неуверите, что это Я, то умрете во грехах ваших. 14, 6. 14, 6. Did you read 14, 6? Anybody read 14, 6 yet? Probably you can quote that one. Наверное, это можно на память рассказать. Я езден путь и истинная и жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через меня. Yeah. I am the way, the truth and the life. Тоже, наверное, помните. Yeah. Ну, да, ибо нет единого человека, которому нам надлежало подпатить. Дальше. Первое тема, вы говорите. You quoted that one, too. Good. There is no other name. No other name. This one, 1 Timothy 2, 5. There is one God, and there is one Mary. There is one man, and this is the man, and this is the man. The man, Christ Jesus. Первое, Иоанна 5, 11, 12. So, we, here we have the... So, it's clear from both the Old and New Testament that God has a single way. And, uh, uh, Jesus in the New Testament is the fulfillment of that Old Testament way of sacrifice. Remember that Japanese saying, although the paths do the summit may differ, from the top one sees the same moon. But that isn't true. And that other, that saying, uh, from the Hindu, uh, Bhagavad Gita of Krishna, whatever paths men travel is my path. No matter where they walk, it leads to me. Yeah, Krishna said that. Yeah, Krishna said that. Но я считаю все другие религии мира такими же истинами, как и моя. Очень удобная позиция, не так ли? Получается, что у тебя практически нет врагов или соперников каких-то. Проблема-то только в том, что это неправда. Следовательно, нам, как и христианам, верено нести послание. Это очень сложное послание, и нести его не всегда бывает просто, но одновременно с этим это чудесное послание. Что Иисус Христос – это единственный путь к спасению. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok